Друзья, всем привет! С вами Квадрат Барбер, меня зовут Константин Краснобаев и сегодня мы полностью разберем качественно одну классическую мужскую стрижку. В данной стрижке разберем как правильно пользоваться машинкой, какие насадки использовать, чтобы получить плавный переход, как открывать и закрывать нож, в какие моменты это делать нужно, а в какие не нужно. И разберем как правильно стричь верхнюю зону топ. Для начала отделим верхнюю зону от затылочной. Работу будет выполнять один из ведущих мастеров наших барбершопов. Итак, для начала прострижем верхнюю затылочную зону, выделяем центральную прядь и задаем контрольную длину. Далее будем двигаться попрядно прядь за прядью. Сначала идем в левую сторону, обязательно ориентируемся на контрольную прядь. Такой способ позволяет нам не застричь макушку и она у нас не будет торчать. Друзья, пока мы подготавливаем верхнюю затылочную зону, я предлагаю вам подписаться на наш канал, чтобы не пропустить в дальнейшем новые выпуски и новые интересные материалы. Также, если у вас появились какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, я обязательно отвечу на них и сниму подробный выпуск на ваши вопросы. Ну а мы продолжаем делать нашу стрижку и стричь верхнюю затылочную зону. Теперь уже двигаемся от нашей контрольной линии в правую сторону. Итак, верхнюю затылочную зону мы сделали, теперь переходим к стрижке теменной зоны. Выделяем контрольную прядь, так как показано на видео. Далее задаем контрольную длину, на которую в дальнейшем будем ориентироваться. Отталкивайтесь по длине от той длины, которую мы получили в верхней теменной зоне. Далее с помощью зубчатого среза, так как это делается на видео, мы делаем срез. Итак, контрольная прядь у нас готова. Далее мы будем от этой контрольной пряди простригать всю верхнюю зону. Двигаемся от затылка к лицу. Ориентируемся на контрольную прядь и прядь за прядью создаем форму. Сначала работаем с правой частью головы. Друзья, хочу напомнить, что помимо онлайн обучения, у нас еще есть живые обучения в нашей студии. И для того, чтобы записаться на обучение, вам стоит написать в нашу студию или позвонить. квадратбарбер.ру Все данные есть у нас на сайте. Или пишите в комментариях, или в личные сообщения в мои соцсети. Итак, вот мы перешли к левой части головы, повторяем все те же самые действия, двигаемся от затылка к лицу. Прядь за прядью ориентируемся на нашу центральную прядь контрольную, мы двигаемся и создаем форму стрижки. Далее, для проверки и коррекции нашей формы, которую мы получили, оттягиваем всю массу наверх и корректируем и убираем наши неровности. Это можно сделать в разных направлениях. Сейчас вы увидите примеры на видео. Далее, сушим волосы, так как показано на видео, направляя фен в естественное положение волос. Подготавливаем боковую зону для дальнейшей работы с ней. Переходим к височной боковой зоне. Насадкой 13 мм, с помощью закрытого ножа, мы снимаем основную массу волос. Работайте так, как показано на видео, тогда вы никогда не завалите форму. Машинку необходимо немного выкидывать от головы, опираясь на пятку ножа. На левой части повторяем все те же самые действия, снимая массу волос с помощью насадки 13 мм. Далее используем ту же самую насадку 13 мм, только уже открытый нож. С помощью этого мы уберем плотность на линии периметра. И немного разобьем нашу массу. И создадим небольшую рыхлость. Такой эффект получается за счет того, что мы открыли наш нож. Открытый нож оставляет на голове чуть больше длины, чем закрытый. Поэтому и создается такая рыхлость. Далее переходим к насадке 6 мм. И нож у нас в данном случае закрыт. Опускаемся немного ниже и начинаем снимать ненужную длину. И уже переходить в сведение на нет. Для того, чтобы данной насадкой не получилось застричь форму, мы наклоняем голову. Это позволяет сохранить форму, обратить внимание на видео. Когда голова в вертикальном положении и когда немножко наклонена. Дальше мы создадим наш гайдлайн. Это так называется контрольная линия, от которой мы будем делать размытие. Это делаем с помощью триммера. Очень важно определиться, на какой высоте вы будете делать эту линию. От этого зависит, какой фейт у вас получится. Высокий, средний или низкий. Смотрите на движение. Каким способом нужно выполнять движение триммером, чтобы волосы хорошо срезались. Нужно немного двигаться против роста волос. Тогда триммер будет снимать все четко. Далее переходим к размытию нашей линии. Используем машинку Wall Magic Clip. У этой машинки более детальный срез. У нас открытый нож. Для того, чтобы просто задать какую-то новую контрольную линию и не застричь высоко. Сейчас мы потихоньку начинаем подниматься выше и размывать нашу линию. Делать плавный переход. На левой стороне повторяем все те же самые действия. На затылке у нас достаточно сильный рельеф. Поэтому смотрите, как правильно нужно поворачивать голову, чтобы правильно получился переход на рельефе. Итак, переходим к насадке 3 мм. В данном случае у нас закрытый нож. Мы поднимаемся выше. Еще один очень важный и интересный момент. Когда вы двигаетесь от виска к затылку, то переваливайте машинку с одного угла на другой. Таким способом вы контролируете и более детально делаете срез. На другой стороне делаем все те же самые действия. Итак, переходим к насадке 1,5 мм. Открываем нож и продолжаем чистить наш переход. В зависимости от того, какая плотность волоса, в зависимости от того, какие участки более темные или более светлые, мы регулируем наш нож. В каких-то случаях его нужно открыть, например, когда пятно более светлое, а в каких-то случаях нож нужно закрыть, когда пятно темное и его нужно просто разбить. Сейчас мы заменили машинку Wall Magic Clip на машинку Wall Senior, так как у нас сел аккумулятор. И продолжаем без насадок регулировать нож и дочищать нашу линию. Если не получается дочистить с помощью машинки, то берем триммер. И с помощью триммера убираем нашу линию полностью в ноль. И делаем плавный переход. Делаем легкую окантовочку. И переходим к следующему этапу. С помощью насадки 3 мм и открытого ножа мы продолжаем размывать нашу линию. Обратите внимание на движения, которым нужно выполнять эти действия. Также посмотрите внимательно на правильное движение руки и кисти. Как нужно правильно держать машинку и как нужно правильно ей работать. Такой способ поможет получить более правильный результат. Также продолжаем работать нашим ножом. Закрываем и открываем его в нужные нам моменты. Дальше используем насадку 1,5 мм. Открытый нож. И разбиваем углом машинки оставшиеся заметные темные пятна. На правой височной зоне повторяем все те же самые действия. Показывать детально здесь ничего не буду. Просто покажу все в ускоренном виде. Друзья, еще раз хочу напомнить. Не забудьте подписаться на наш канал. Также помимо онлайн обучения, которое вы смотрите у нас на ютубе. У нас есть реальные обучения оффлайн в нашей студии. Вы можете просто написать мне в соцсетях и обратиться за обучением. И так переходим к построению формы. А точнее форма в данном случае у нас уже практически построена. Мы просто убираем ненужные лишние торчащие волоски. В данном случае используем не самую широкую расческу. Потому что с помощью этой расчески можно сделать более детальный подход. Дальше дорабатываем наш переход с помощью филировочных ножниц. Не рекомендую залазить филировочными ножницами очень глубоко. Посмотрите внимательно на видео. И эти действия позволят вам сохранить форму и не зафилировать нашу стрижку. Дальше доработаем верхнюю зону. Используем технику поинтинга. Эта техника более детально и точечно прорабатывает волосы. Филировочные ножницы прорабатывают волосы более массово. Филировочные ножницы прорабатывают волосы. Итак, в завершении нашей стрижки мы обязательно делаем укладку. Наносим укладочное средство на влажные волосы и сушим в естественном направлении. Конечно же наносить укладочное средство можно и на сухие волосы. Но от этого получается разный результат. Итак, наша стрижка готова. Если видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и до скорых встреч. Пока!